В Дели состоялся российско-индийский бизнес-форум. В Масуле впервые после освобождения от боевиков отметили Рождество. Москва и Ереван укрепляют торгово-экономические и гуманитарные связи. На реке Уссури в Китае поймали 16-килограммового карпа. В этом году отмечается 70-летие дипломатических отношений между Индией и Россией. Взаимодействие двух стран находится на высоком уровне. Вице-премьер Дмитрий Рогозин только в этом году трижды посетил Индию с рабочим визитом. Конец года – это хорошее время подвести итоги, оценить, что было сделано для развития отношений между нашими странами. Интенсивный российско-индийский диалог на самом высоком уровне стал показателем того, что наши страны достигли беспрецедентного уровня взаимодействия. И это очень хороший способ отметить 70-летие наших дипломатических отношений. Последний визит Рогозина в Индию совпал с проведением российско-индийского бизнес-форума, на котором предприниматели и чиновники обсудили развитие торговых отношений и запланировали подписание соглашения о сотрудничестве на 2018-2020 годы. Председатель правления делового совета по сотрудничеству с Индией Сергей Черемин отметил, что несмотря на высокий уровень политического взаимодействия, у наших стран до сих пор нет экономического роста двусторонних отношений. Участники бизнес-диалога говорили о том, как продвигать торговлю между двумя странами, как поощрять и продвигать малые и средние предприятия. В рамках бизнес-диалога Деловой совет по сотрудничеству с Индией и Совет по торговому развитию Индии подписали меморандум о взаимопонимании. Документ предполагает, что предприниматели получат всестороннюю информационную и организационную поддержку. В реализации нескольких значимых проектов помогут российский экспортный центр, крупнейшие банки и фонды. Актуальной для участников форума стала презентация телеканала «Большая Азия». Медиаресурс должен стать перспективным инструментом для продвижения бизнеса на российском рынке и расскажет о жизни в Индии. Сегодня вопросы развития российско-азиатских отношений являются очень важным, значимым трендом как для политики, так и для бизнеса. Но, к сожалению, до сегодняшнего времени не было информационной площадки, на которой мы могли бы рассказать не только об успешных бизнес-кейсах, но и рассказать о самих странах. Потому что мы абсолютно убеждены, что путь в бизнес лежит через знания. И эти знания должны быть не только в технологиях, в бизнесе, но и в культуре, в истории. Сейчас телеканал «Большая Азия» вещает в формате HD в круглосуточном режиме на всей территории России. Повестка дня основана на позитивных новостях из стран Азии и азиатской части нашей страны. Новости, страноведческие программы, документальные фильмы и ряд других проектов рассказывают о культуре, истории, традициях, экономике государств Азии и тем самым влияют на улучшение инвестиционного климата. Алиса Климантович, Юлия Глазкова, Новости Большой Азии. Масул встретил Рождество. Праздничную мессу отслужили в церкви Святого Павла. Это единственный христианский храм, действующий в городе. Торжества состоялись впервые за несколько лет. Джихадисты захватили этот иракский город летом 2014 года и приказали христианам принять ислам или уехать. Десятки тысяч человек стали беженцами. Очистить город от боевиков удалось лишь в июле 2017 года. Дни Еревана завершились в Москве. В течение двух дней в российской столице на разных площадках проходили деловые, научные и культурные мероприятия. Центральным событием стала конференция «Перспективы российско-армянских торгово-экономических и гуманитарных связей». В этом году дружественные столицы отмечают 25 лет установления дипломатических отношений между Россией и Арменией. С каждым годом они становятся крепче. О чём говорят и вполне материальные итоги уходящего года. Рост товарооборота между Москвой и Ереваном вырос на 25%. У нас большие планы по наращиванию экономического торгового сотрудничества, межрегионального, гуманитарного, культурного. Я уверена, что объединив наши стилы, мы придадим новый импульс укреплению, расширению сотрудничества между двумя столицами. Культурный обмен давно уже стал традиционным. В сентябре будущего года Еревану исполнится 2800 лет. Отмечать будут с размахом. К этой солидной дате запланировано более 200 крупных мероприятий, в том числе совместных с российской столицей. На днях Еревана в Москве подписан ряд соглашений между школами, музеями и библиотеками. Наверное, хорошо, если в библиотеках Центрального округа будут издания армянских авторов и даже на армянском языке. Наверное, это будет приятно. И мы предусматриваем это сотрудничество. Обмен опытом, прежде всего, управленческим, потому что наши системы очень похожи. Представители двух столиц рассказали и о туристическом потенциале Еревана и Москвы, а также обменялись опытом в создании технологий так называемого «умного города». Москва в этом плане шагнула далеко вперед. Процесс превращения золотоглавой в город будущего начался еще шесть лет назад. Сейчас ей есть чем гордиться. Мы получили международное признание. Международная организация по району «Кархаус Куперс» признала Центр госуслуг «Мои документы Москвы» лидерами в трех направлениях. Это доступность услуг, управление очередями, диалог с жителями и показатель комфортности. Представители исполнительной власти столицы, ведущие эксперты разных отраслей и бизнесмены обменялись накопленным опытом. Итогом Дней Еревана в Москве стало подписание плана сотрудничества между двумя столицами в разных сферах деятельности до 2021 года. Инна Изыхеева, Сергей Новиков, Юлия Глазкова. Новости Большой Азии. Редко увидишь такую рыбу, какую удалось поймать в реке Уссури в северо-восточном Китае. Внушительный сазан оказался длиною в метр и весом в 16 килограммов. По словам местного рыбака, сазаны такого размера почти исчезли. Шансов увидеть настолько большую рыбу очень мало. Гигантский сазан привлек внимание туристов. Все хотели с ним сфотографироваться.